Всем добрый день, очень рада вас видеть. Такой большой интерес, это для выставки, конечно, большой комплимент. И, конечно, в первую очередь для Владимира Милошевского, который все-таки был основателем группы 13. И любопытно, что вокруг его фигуры до сих пор идут некоторые споры, и дискуссии, и несогласия. Такое напряжение стоит в нашем искусствоведческом сообществе, а может быть даже в сообществе отчасти художественном. И это отразилось и в рецензиях, и отзывах таких просто личных на эту выставку. Я всегда слышу слова «Почему так много Милошевского?» от одних людей, и «Почему так мало Милошевского?» от других. Это довольно интересно, потому что это, в принципе, характеризует его место в истории искусства, так как мы его видим. Художник очень неудобный, очень странный, необычный и очень на многое претендующий Милошевский. Ну и, можно сказать, моя личная история тоже такова с ним, потому что я занималась группой 13 довольно много лет. Это было, так сказать, впервые я заинтересовалась ей вообще, на самом деле, в конце института. Это был какой-нибудь 2000 год, например, или в 2000 я поступила. Значит, получается, может быть, в 2003 году я уже как-то более-менее стала заниматься разными фигурами из группы 13 под влиянием дневника Михаила Кузьмина, который я прочла, и очень любила его как жанр, как источник, и как некое дополнительное измерение, понимание, вот что такое 30-е годы, хоть и ленинградские. И по мере своей исследовательской работы я получала доступ к разным-разным наследиям участников группы 13. Я успела издать дневники Ольги Гильдебранда в 2007 году, я успела поработать с наследием Данила Дорана, я успела написать в Антонине Сафроновой, вот сейчас двухтомник вышел, где моя статья про ее графику и живопись, и так далее. Но Милошевский не давался мне. То есть вот как-то я всегда не могла попасть в наследие Милошевского. Это довольно интересный момент, потому что у меня были идеи, как бы было представление о том, что это за художник, что это вообще за группа, и его лидерство для меня было несомненным в этой группе, но внезапно бывают такие наследия, куда искусствоведов не пускают по тем или иным причинам, и ты не можешь получить доступ. И вот прошло почти 20 лет, я получила доступ в это наследие. После этого сразу состоялась эта выставка, которая уже построена очень во многом на вещах из собрания наследовательников. И это тоже, ну как бы не случайный момент, то есть художник, он сам по себе как бы тоже выбирает момент, когда прозвучать уже после смерти, можно так сказать, несколько мистически. Может быть, выжидает, что его опишут правильно, так как хочет он сам. И вот эта история вся, которую вы видите на выставке, где группа 13 сопоставлена с современными европейскими мастерами, которая выглядит на сегодняшний день, ну несколько, знаете, как вызов определенный музейный, она все-таки соотносится, тем не менее, с тем, как, ну допустим, показывали свои работы участники «Голубой розы», тоже соединяя их с европейскими коллегами и так далее. Ну и как бы надо вернуться к некой, может быть, базовой для этих всех художников начальной норме, да, из которой они исходили, не исходя из позднесоветской нормы. Отчасти про это будет и моя лекция. Владимир Алексеевич Милошевский, 1893 года рождения, значит, принадлежал, собственно, к тому необычному поколению, которое здесь на выставке обсуждается, которое обсуждается в моей статье в каталоге. Поколение, литературно, так сказать, соответствующее акмеистам, да, может быть, это поколение Булгакова, поколение Маяковского, части поколения Анны Ахматовой, Мандельштама. То есть это художники, которые пришли, значит, на художественную сцену после символистов и до, значит, вхутемасовцев, то есть до поколения Шостаковича. И они не были, с одной стороны, создателями систем таких больших, которые бы могли, ну, предложить молодому поколению вот некоторый такой каркас, да, будущего искусства, как это сделали символисты. А с другой стороны, они совсем не были поколением коллективистов, они были выраженными одиночками и желали, как бы, выступить, как некие такие артисты, как некие авторы с большой буквы, которые имеют своего же зрителя с большой буквы, зрители или коллекционера, или знатока, да, с которым они ведут свой такой достаточно въедливый диалог, требуя активно от него реакции, что ни первые, ни последние как раз не делали. То есть символисты, в принципе, они заняты своим внутренним миром. В Хутемасовце заняты большой монументальной художественной программой и, скорее, находятся в диалоге с государством. Ну, вот три роли Милошевского. График, иллюстратор и писатель. То, чем он известен. И, ну, как бы, каждая, так сказать, прияда историков искусства считает, что он чем-то крупнее. И вот некоторые, например, коллеги из Русского музея мне объясняли, что он, конечно, прежде всего писатель, и уж график, он, конечно, не очень крупный, даже вообще не крупный, малоизвестный. Другие, наоборот, считают, что писатель он так себе, и нечего было ему браться за перо. Вот он, значит, хороший, допустим, станковый график, иллюстрации – это его слабое место и так далее. Очень много разных мнений. Но вот эти разные мнения, они связаны с его такой ершистостью и вот этим индивидуализмом этим. Ну, и три города, с которыми он связан. Саратов, значит, его родной город, где он, в общем, прожил большую часть своей юности, детства. И это его воспоминания как волжанина, его идентичность волжанина. Харьков – это очень небольшой эпизод в его юности. Он учился в Харькове после реального училища, туда случайно попал и оказался в студии Грота и Штенберга, таких, так сказать, харьковских парижан, которые научили его всему спектру вот этих вот приемов нового западного искусства. То есть, тогда, именно тогда он познакомился с европейской живописью и осмыслил себя как ее часть. И, конечно, Петроград. Именно Петроград, не Ленинград, не Петербург. Потому что в этой промежуточной ситуации, в которой этот город находился, Милашевский, на самом деле, на некой руине, на разломе временном, да, увидел себя как летописца современности. Ну, значит, известен Милашевский, как ни странно, по большей части, как позднесоветский иллюстратор. Вот, и своими работами с детской сказкой. Может быть, кому-то из вас известна книга «Конек-горбунок». У меня, например, она в детстве была. И тоже это интересно так задним числом думать, что вот я эти все иллюстрации прекрасно знала наизусть. Вот. Детская книга, его тоже очень сильно выделяется из общего такого, значит, поля вот этой вот послевогенной продукции, потому что он явно работает с наследием мира искусства. Да, и нам это сейчас видно. То есть это Добужинский, Билибин, там отчасти он их, может быть, критикует, он их как-то, наоборот, воспроизводит, иронизирует над ними. Вот. Но любопытно то, что вот можно встретить критику в адрес Милошевского тоже со стороны, например, любителей позднесоветской книги или со стороны историков иллюстрации, я встречала такую небольшую публикацию, которая сейчас где-то ходит, где сравнивается Милошевский и Кочергин. Их иллюстрации, значит, к русской сказке и предъявляется Милошевскому претензии, что он какой-то слишком западник. Искажает образ вот этого, значит, как бы такого русского героя, который именно был востребован в 50-е годы, как вы знаете, это вот именно русский стиль. 50-х, 60-х годов. Милошевский слишком такой, значит, неустойчивый, остроугольный, саркастичный. Вот этот сарказм, он бывает неприятен многим искусствоведам-современникам, что любопытно. То есть он и здесь как бы немножко выламывается из общего поля, этот европейский акцент. Ну, то, что на выставке представлено на первой странице, понятно, это Милошевский как основатель группы 13, как график-станковист такой ведущий, да, и одновременно как основатель документального рисунка 30-х годов. Пример, который вы видите справа, это портрет Осипа Вандельштама, сделанный с натуры спичкой и тушью. Вот, виртуозный, точный и такой сложно характеризующий современника Вандельштама. Может быть, полуавтопортретный такой рисунок, который, в принципе, является частью большого цикла его портретов писателей, который стал несколько такой необычным таким добавлением к его идее современной книги, где портрет писателя — это открывающий лист, значит, живо очень так созданный, нарисованный, который должен был как бы включить читателя в это пространство книги вровень несколько с писателем. Тоже очень важная для Милашевского тема, некое равенство вот этих авторов и читателей, да, авторов и зрителей. Собственно, Милашевский, получается, все время распадается на несколько частей. Даже как бы те, кто его любит, они все равно считают, что он неровный художник. С чем же это связано? Ну, собственно, поколенческий аспект я уже затронула, сказав, что, значит, действительно, это вот эти люди, которые частично, как бы родившись в XIX веке, собственно, в самом его излете, да, они ощущали себя не совсем или вообще не советскими людьми, и также они не видели революцию как центр своей идентичности. Для них центром их идентичности, их опыта была именно Первая мировая война, и случай Милашевского именно тот случай, поскольку он прошел Первую мировую войну, выжил, в принципе, прошел ее довольно геройски, и хотя об этом пишет довольно мало даже в своих воспоминаниях. Он очень отчетливо осознавал вот эту как бы распадающуюся империю как пространство, где он сформировался, как ребенок, да, и как подросток, может быть, и очень много страниц посвятил этому в своей прозе. Может быть, из-за этого социально конкретного ощущения, что нужно, нужно ухватить уходящую натуру, как у Мандельштама в египетской марке, где он вспоминает то, что уже никому недоступно из, допустим, читателей 20-х годов молодых. Милашевский действительно, он как бы остался таким коллекционером вот этих вот острых ощущений, коллекционером этих интимных, крайне интимных пространств, которые одновременно являются и символом каких-то исторических сдвигов, такое необычное соотношение крупного и мелкого совсем, и у хутемасовцев мы этого уже не найдем. То есть они просто монументалисты, они просто ищут некого обобщения. Если у них есть некая чувственность, то она как бы построена на большом стиле, на идее современный человек как бы как некая магистраль. Для Милашевского современный человек это никогда не магистраль, это всегда маргиналия, причем маргиналия очень отчетливо как бы выражающая себя. И в этом смысле интересно, вот с левой стороны это не Милашевский, это работа Николая Кузьмина, как вы понимаете, его к Пушкину, собственно, его Пушкиняне, очередной лист, это 1935 год, такой уже несколько более салонный, чем его иллюстрация к Евгению Онегину. Кузьмин в этом смысле, наверное, такой постоянный компаньон, ученик отчасти, друг Милашевского, его в то же время антипод, который не шел по пути обострения никогда в своей работе, а наоборот старался найти какой-то компромисс с эпохой, встраиваясь в ее нарративы, может быть, стремился предложить какую-то формулу в своих иллюстрациях, которая затронула бы большее число зрителей, большую аудиторию, и в этом смысле тоже опираясь на 19 век, как бы опирался на его норму, тогда как Милашевский всегда опирался на то, что является проблемой, когда проблема, конфликт, эта конфликтность, она, наверное, на первое место постепенно, как видите, и выходит в этом рассказе. Справа, наоборот, одна из иллюстраций Милашевского как раз времен его работы с издательством Академия, Пиквикского клуба. Значит, где ключ? Ну, вот я считаю, это мое предварительное рассуждение и предварительное открытие, которое я с вами делюсь. В принципе, эта работа не сделана, то есть никакая про Милашевскую монографию не написана, но надеюсь, что это впереди, так же, как и, собственно, персональная выставка. Я думаю, что ключ находится в семье Милашевского, именно в фигуре его отца, которую он периодически вспоминает о нем, но не в своих текстах, а в своих дневниках, и очень-очень вскользь, хотя очевидно, что эта фигура для него крайне важна. Отец Милашевского был эсером и таким видным гражданином Саратова, я бы сказала, который часто заявлял о себе, он был близок к революционным кружкам, они с женой, с первой, со второй, часто ездили за границу, в принципе, Милашевский об этом тоже очень осторожно упоминает, он был в Швейцарии, там он был во Франции, он знал достаточно много языков. Вообще, Милашевский был всесторонне образованным человеком, крайним эрудитом, что видно по его письмам, которые почти не опубликованы, и видно по его вот этим личным записям, частично, значит, опубликованным как дневники. Ну, вот биография, собственно, Алексея Владимировича, две его фотографии, которые, собственно, найдены, надо сказать, специалистами, разместившими их на сайте Демидовского лицея. Неожиданная такая, как бы, встреча, да, двух, вроде, специалитетов, двух исследований. Вот, но в целом, как бы, Милашевский никогда не упоминал, что его отец был эсером, он упоминал, что он там был революционером, арестовывался, но все это так очень смутно. И обычно он начинал об этом говорить в результате конфликтов с искусствоведами, которые пытались, как бы, ну, записать его в некие, так сказать, империалисты, в общем-то. И он сразу же вспоминал о революционном прошлом своей семьи. Вот, отец Милашевского, как вы видите по этим фотографиям, это человек довольно жесткий, да, человек, ну, как бы сказать, эпохи Чернышевского, который очень сдержанно и, ну, неодобрительно относился к занятиям своего сына искусством. И у них постоянно происходили конфликты на тему того, что не нужно увлекаться символистами, ну, не нужно заниматься Грубелем, Сомовым. Это опасные, на самом деле, богемные, значит, увлечения, которые противоречат, ну, действительно, реальной работе, да, собственно, ну, идеям гражданственности, значит, политическому какому-то осознанию и так далее, и так далее. И вообще нужно иметь профессию в руках, а не заниматься поисками, значит, каких-то журавлей в небе. Отец Милошевского уехал из страны в начале 20-х годов, больше они никогда не виделись и, возможно, не переписывались, это тоже неизвестно и предстоит, в принципе, установить. Вот, но, значит, интересно, что Милошевский в своей работе всегда пытался убить двух зайцев. Его очень сильно тянуло к символистам, но при этом он понимал, что у него есть некий долг перед этими народниками, грубо говоря. И если вы посмотрите с точки зрения вот этого подхода на всю графику иллюстрации станковые вещи Милошевского, то вам сразу станет многое понятно. Потому что он действительно очень хорошо освоил, значит, европейский рисунок, а также академический рисунок. Но, вот, значит, его интересовал субъект. Субъект какой-то ершистый, сложный, значит, конфликтный и гражданственный. Милошевский действительно поступил на архитектора, значит, в Петербургскую академию художеств и выучился на архитектора, освоил академический рисунок всецело. Значит, что видно по этим вещам, хотя более поздним, 21-го года, после возвращения с фронта Первой мировой, он попал в круг Михаила Кузмина, о чем, собственно, на выставке сделаны отдельные сегменты. Вы, наверное, его видели или увидите, крайне мере, два этих портрета. Очень хорошо известный портрет Кузмина из литературного музея и совершенно никому неизвестный портрет Юркуна, найденный для этой выставки в частном собрании в Петербурге. Вы можете там видеть. А вот эта вот вещь, это, собственно, работа Милошевского в театре как раз с тех лет, которая полностью соответствует вроде бы мировоскусническому вот этому подходу, но одновременно и в каком-то смысле отталкивается, иронически, может быть, от него слишком яркие краски, да, слишком такая парадная кемповая вещь какая-то, слишком много легкости, да, которые вроде бы ни Сомов, ни Венуа не хотели бы, наверное, в своих работах. Вот. Ну, собственно, Петроград, времен как раз знакомства, общения с Кузьминым и его иллюстрации непосредственно к проектам Кузьмина, его книга, значит, самого Михаила Кузьмина «Занавешенные картинки», эротические стихи, которые были как бы изданы в Амстердаме, на самом деле в Петербурге, наверное, слышали про эту книгу, есть вот это, обе вещи есть на выставке, то есть все три вещи есть на выставке, вот, и альманах «Часы», такой экспрессионистский, экспериментальный альманах, «Часы», «Абраксос», это вот была деятельность Кузьмина, как раз с молодым поколением литераторов, очень интересовавшись Белошевского, потому что он тоже, как бы был сильно младше Кузьмина и искал какой-то, значит, новый подход к современной форме. Вот, ну, во всех этих пунктах я пытаюсь определить, где у Малашевского задача, в чем была, значит, была его попытка, и в чем, значит, конфликт, с которым он столкнулся. Ну, вот перед вами, 16-го года, как раз рисунок типичный академический его тех лет, где вы видите, все-таки он ищет некий характер, то есть он, несмотря на то, что он все правильно сделал, да, но он не Борис Григорьев, то есть ему не нужен шарж, да, и он очень, кстати, осуждает Бориса Григорьева в своих текстах, считая, что это баловство и, значит, такое манерничание. Вот, хочет, значит, он соединить вот Репина и Достоевского с Латреком Иванговым каким-то образом, часто об этом пишет. И вот он, значит, действует, значит, переходит из одной мастерской в другую, значит, работает немножко с участниками квартиры номер 5, с Митуричем объединяется, значит, ищет контактов, значит, вроде с новыми течениями, понимает, что ему категорически не подходят футуристы, которые не хотят заниматься характером и не хотят заниматься гражданственными и политическими темами, вот, и в конце концов застает вот этот вот, ну, некий крах мир искусства и крах Академии художеств, значит, и на этой волне принимает решение уезжать из Петрограда и Ленинграда в Москву, где поле более открытое, значит, не, так сказать, отягощенное вот этими большими стилевыми движениями, где совершенно нет присутствия мир искусников, и где он сможет, значит, выразить себя вот как представитель этого новосинтетического принципа стиля. Вот, вот московская вещь 28-го года из Третьяковской галереи, на выставке ее нет, это портрет сына, но, значит, многие похожие вещи есть в экспозиции, значит, ну, здесь он, собственно, в Москве, как раз уже перед группой 13, вместе с Николаем Кузьминым и один пытается найти некоторый общий знаменатель современного рисунка на том основании, что, значит, художник должен быть летописцем повседневности, он должен быть таким ярким автором, он должен быть очень хорошо технически подкован, прекрасно, великолепно знать всю старую графику нового времени, да, находясь постоянно с ней в диалоге, и как бы себя мыслить на художественной сцене не как часть какой-то большой группы, а как бы как единица между этими группами. Интересно, что у Малашевского была всего одна выставка до московского периода, это выставка в Доме искусства в Петрограде, известное тоже такое литературно-художественное пространство, вот, и, значит, он примкнул к четырем искусствам на некоторое время в Москве, но не очень это ценил, считал, что это так, у них нет никакой графики серьезной, вот, и пытался оживить каким-то образом, значит, вот структуру вокруг Дома печати в Москве, где, собственно, и прошла первая выставка группы 13, ну, чтобы какую-то профессиональную там цеховую организацию графиков там создать, но у него ничего не получилось, и в газете «Гудок», где они начинали с 13, видели на выставке, наверное, хронику, вот, и в Доме печати, где вроде бы эти графики должны были собираться в ассоциацию, квалификация всех художников была для него слишком низкой, то есть вот того экстра-знания, и еще и, значит, в каком-то смысле соединяющего между собой, да, эклектику и опыт символистов, он нигде не находил, злился на это, значит, и всегда, ну, в итоге обвинял, значит, постфактум своих, значит, контрпартов, этих своих собеседников в том, что они не дотягивают до желаемого ему уровня, значит, Фаворский слишком, значит, дидактик такой, Митурич суховат, и Митурич увлекся, значит, как-то все-таки футуризмом неправильно, мир искусства ни на что не годен, потому что они занимаются стародевическим каким-то выделыванием, там, этой графики, вместо того, чтобы работать с реальной натурой, и так далее, и так далее, но через все эти анти, да, он, тем не менее, приходил к своему очень яркому, интересному стилю, вот, собственно, вещи, сделанные в Сердобске в 26-м году, и в 28-м, значит, которые, собственно, предваряют программу группы 13, видите, очень свежая, живая, быстро-быстро сделанная пировая, значит, или спичка, и вот графика с натуры, значит, своеобразный такой контржур, такой очень веский черный, да, который отсылает к реализму 19-го века, одновременно очень легкий, как будто бы этот штрих, да, то есть тут есть присутствие явное и 19-го века, и вот начало 20-го, вот, ну, наконец, группа 13, собственно, ради которой мы здесь собрались, значит, новый шаг в советской графике, вот рисунок к роману Скосарева «Бег», вы на выставке можете видеть его книжечку «Москва Александра Жарова» с очень похожими рисунками, любопытно, что они как бы переходили, значит, из книги в книгу, эти штриховые вещи, вот, ну, понятно, что здесь он просто работая с натурой, значит, ищет какой-то вот этот полисубъектный, значит, рисунок, многопредметный рисунок, как он его называл, его очень интересует сочетание старой архитектуры с новой вот этой гражданской фактурой, особенно он любит писать и рисовать Кускова, где он, собственно, жил, Новогиреево, на этих дачах новогиреевских, потому что его вторая жена была вдовой Торлецкого, основателя этих дач, собственно говоря, и это такая неожиданная, значит, поворот судьбы, вот, на многие годы, значит, его с темой Кускова связал, вот, интересно, значит, советские граждане, значит, на фоне этих усадебных пейзажей, значит, все это до 39-го, до начала 40-х годов он непрерывно рисует, также он довольно много ездил по Волге на пароходе и тоже, значит, очень быстро с борта этого парохода, значит, зарисовывал эти старые города, которые соединялись так прихотливо со всякими советскими деталями тех лет, вот, это как бы, ну, личный, так сказать, такой вклад Милошевского в группу 13 и его почерк внутри группы 13, потому что они все очень разные, как вы видите, вот, но как раз интересно, что на выставке этих вещей, вот, Кусковских и других, их почти нет, только есть живописные работы, вот, потому что, ну, как бы, тут еще такая логика была, чтобы не сильно перевесить Милошевским, особенно, когда столько много вещей и так далее, вот здесь вы видите такой рисунок, очень воздушный, яркий, такой, ну, несколько вот линзообразный, да, скругленные эти формы, саратовская школа, значит, очень характерный, конечно, для Милошевского 30-х годов, где несколько барочным образом увязаны фигура, архитектура и пейзаж, вот, это, конечно, тот новый шаг по сравнению с Добужинским, по сравнению с Бенуа, который он считал необходимым сделать. Ну, собственно, если резюмировать, как бы, его работу в 13-е, то можно сказать, что он хотел выступить как некий художник, городской человек, значит, с титульной карты, как бы, этого, значит, городского специалиста, значит, который, значит, соответственно, является основателем цеха профессионального, который сдвигает, как бы, некоторым образом вообще всю советскую графику ведет ее за собой и ведет ее в Европу также, то есть группа 13, безусловно, претендовала на интернациональную славу и даже отчасти ее получила на выставках ВОКС, вот, хотя после выставки 31-го года их, значит, третья, это все завершилось. Вот, ответ конструктивистам, значит, в смысле цеховости, в смысле, значит, такой, значит, опоры именно на производство, потому что связь этих художников с книгой, с газетой и с журналом, она была очень определенной. Вот, ну, наконец, как бы, все европейская острота имеется в виду, что действительно увязанность это с новым временем, с музейным материалом, то есть современное и музейное, оно через запятую или абсолютно, значит, в единой какой-то ленте сочетается и двигается. Вот, значит, эта попытка действительно была связана с очень активными контактами с критикой и с музейными специалистами, например, ну, статью для первого каталога «13» писал Борис Терновец, это директор Музейного западного искусства, который всех-всех сравнил, значит, кого с Сутрилло, кого с Ван Гогом, кого с Марке, значит, и тем самым тоже их продвинул очень активно, вот, с партийной, значит, этой критикой Ахровской, Фридорогинской, которая, наоборот, против «13» выступала активно. Но эти альянсы не привели к какому-то результату, потому что люди этого поколения не смогли встроиться в вот эту большую советскую программу конца 30-х годов на тех основаниях, на которых они бы хотели. Вот Булгакова можно вспомнить, можно вспомнить и Маяковского, то есть они хотели для себя слишком персонально выделенного места, вот, как и Милошевский, и время, оно, значит, распорядилось иначе. Но, тем не менее, я могу сказать, что относительно Милошевского вот эта вот, ну, несколько печальная, траурная интонация, что вот он не смог, и он сам всегда говорил, у меня был бас, меня заставляли петь тенором, значит, и так далее, но, я думаю, это все натяжка, потому что, на самом деле, он делал то, что хотел, и за всю свою жизнь, несмотря на дискриминацию, несмотря на, там, невозможность, там, не знаю, публиковаться, как иллюстратору и так далее, он, на самом деле, сделал очень много в разных направлениях, и, в общем-то, его не беспокоила сильно советская власть, потому что он не был частью системы. Это интересный взгляд, который, может быть, впоследствии можно развить в дальнейшем. Хотя, да, 13 пережили травлю в печати, они пережили репрессии, многие были расстреляны из группы, и, действительно, как бы, выставка вторая распалась из-за конфликта между вхутемасовцами и вот этими основателями, и так далее, и так далее, интриги, и, в конце концов, документальный рисунок превратился в некую историческую картину, да, документализм уступил вместо реализму в советском искусстве, о чем была моя предыдущая лекция в этом зале. Вот. Ну, важной главой как бы для Милошевского стала его работа с издательством «Академия», которую он посвятил отдельную статью крайне, значит, нервную и антагонистичную. Вот. И можно его понять, потому что излюбленная коллекционерами издательства «Академия», в принципе, не очень уважала художников, особенно таких, значит, претендующих на исключительную роль. Здесь перед вами, значит, обложки и разворот посвосмертных записок Бикликского клуба, которые тоже есть на выставке. Вы можете видеть живьем эти великолепные оригиналы, вот, которые, как он очень жалел, значит, все-таки не были проданы в Англию, на самом деле не должны быть проданы в Англию. В общем, он вроде и жалел, и радовался. Вот. Вот, как вы видите, с левой стороны книжная, значит, иллюстрация очень интересно соотносится с его натурными живописными этюдами. Тоже есть эта вещица на выставке, совсем маленькая. Вот. И здесь мы видим любопытную такую черту, которая вполне соответствует его, значит, кредо. Это именно такой упор на камерность. Камерность, детализированность и очень большая вот эта вот конкретика работы с натурой, которая просто, как вы видите, из пейзажа, значит, перекочевывает в эту фантастичную как бы английскую, значит, английский вид, да. То же самое происходит с другим материалом, который предлагает издательство «Академия». Это, значит, флорентийские, значит, авторы эпохи Возрождения и античные авторы, которых он тоже иллюстрировал. Лисий, там у него есть книга. Ну, все не буду вам показывать, чтобы вас тоже не загружать. Но, конечно, он пытался этот быстрый рисунок как бы распространить на не только на новое время, да, но еще и на античность, и вообще на всю европейскую историю. Достаточно удачно, на мой взгляд, интересно. И, ну, так лихо, в общем-то, потому что никакого готового рецепта, как иллюстрировать эти произведения, исторически, конечно, в 30-е годы не было. И Милошевский предложил свою такую убедительную версию. Версию не только собственного авторского подхода, но и некого тренда, который начал называться стилем «13» очень быстро. И до разгрома издательства «Академия» вот они все приподнимались и приподнимались, как некие авторы стиля «13». Кузьмин, Милошевский, Сафронова, Маврина, Юстицкий и так далее. Ну, собственно, его конфликт с издательством «Академия» был связан с тем, что они не хотели опубликовать то, что он бы хотел. И он бы хотел иллюстрировать Достоевского, например, и Толстого. И действительно, ему дали такую возможность. Вот, пожалуйста, обложка Анны Карениной, которая он сделал потрясающие, великолепные, невероятно глубокие и сложные рисунки, значит, акварели, и графику, которая просто не была взята в работу. И это еще предстоит исследовать, почему. Эти рисунки, к счастью, сохранились в выставку, они не вошли по техническим причинам и разным, как бы, сложностям межмузейного характера, но я обязательно выставлю их, когда буду делать персональную выставку Милошевского, потому что к ним сохранились предварительные скетчи. Малюсенькие, вот такие вот, значит, рисуночки, где уже вся композиция схвачена, они сделаны где-то на коленке, и это очень интересно показать, как бы, работу самого художника, как она двигается, как он, значит, свое воображение увязывает с этой натурой. Но это, конечно, ни на что не похоже, то есть вы понимаете, что тут так Милошевского просто ничего не осталось, это суперобложка, то есть это даже не внутренние эти самые. Ну, собственно, задачи были поставлены очень амбициозные, то есть переиздаем всю европейскую, значит, классику, всю античную классику, хорошо, художник будет с автором-переводчика, говорит Милошевский, значит, художник, вложит, значит, какое-то свое сообщение в это модернистское пересвоение истории, которое тогда, конечно, ну, было очень важным для советского искусства, и вспомним Московское метро с его, да, ретроспективными стилизаторскими какими-то интерьерами, очень интересно посмотреть в контексте архитектуры на книгу, вот, и его, безусловно, готовность работать с любой эпохой, именно как человека, как автора, который тонко чувствует стилевые направления, стилевые повороты, и готов встраивать в них современные какие-то, значит, метафоры, вот, то есть, это не просто стилизаторство мира искусников, вот та самая гражданская тема, гражданское понимание, ну, значит, эта попытка, она, опять же, не увенчалась успехом из-за того, что он все-таки мыслил себя внутри столкновения всегда, то есть, он пытался, значит, ну, допустим, он искал поддержки у ученых и у авторов, значит, у писателей, например, действительно, Чуковский помог ему пробить записки Пиклихского клуба, просто без его вмешательства это было бы невозможно, и уже они отклонили эти рисунки, все это он описывает, Дживелегов похвалил его ренессансные вот эти вещи, что было для Милошевского просто, ну, он почти чуть не плакал и вспоминал это до конца своих дней, что как его поддержал Дживелегов, но на самом деле решение принимали не авторы, а, конечно, редакторы, и партийные редакторы в том числе, и вот этот момент, как бы уже структуры некой, да, уже, которая все более и более окостеневала, да, союз художников и вот эти вот издательства и так далее, все это у Милошевского вызывало ярость по факту, вот, и, конечно, на этом фоне он не мог претендовать на то место, которое он хотел получить, вот, собственно, говорили Великий Диккенс, какая-то бездарность непонятная, значит, зачем нам это все нужно и прочее. Ну, не могла не включить, значит, фрагменты, посвященные войне, это вещь, премьера, собственно, она есть на выставке, это работа Милошевского для окон ТАСС военного времени, и он, на самом деле, очень много занимался, значит, вообще, вы видите, что это совершенно не похоже на окна ТАСС, какими мы их знаем и представляем, не похоже на куклы Никсов, не похоже на Бариса Ефимова, это очень прихотливая, сложная, стилизованная, конечно, тоже вещь, вспоминается, прежде всего, Тулуз Латрек здесь, не знаю, как вам, вот, интересный цвет, значит, очень такая, ну, с одной стороны, шаржированная, вроде бы, вещь, да, с попыткой найти характеристику каждому персонажу, углубиться, как бы, в эту ситуацию, да, собственно, немцы уезжают на Восточный фронт, а их жены провожают их, значит, в хороших костюмах, вот, и, как бы, это некий парад такой немецкой моды, может быть, сороковых годов, который Милошевский с удовольствием, значит, изображает, со своим интересом к материальному, декоративно-прикладному пространству, с другой стороны, здесь есть, как бы, поиск некого антиперсонажа, которым Милошевский, как всегда он делает, увлекается сильно больше, чем персонажем положительным, то есть, если посмотреть, собственно, зато его и критиковали любители Кочергина, что он, значит, не может все-таки дать позитивную программу, вот, он всегда несколько отталкивается от чего-то, он всегда несколько в конфликте, он всегда несколько один, один, как нечетная, скажем так, фигура, собственно, группа 13, нечетное число, при этом, безусловно, это памятник искусства 40-х годов советского, который полностью сохраняет память о мире искусства, о петроградской культуре, о Шухаеве и Яковлеве, и понимание, как бы, единства вот этой вот графической традиции, потому что «Огнатас» — ничто иное, как, ну, как бы, хорошо, это не литографированный плакат, но это тогда будет у нас трафаретно сделанный плакат, все равно он отсылает к Луи Вальта, все равно он будет отсылать к Тулу-Затреку, все равно он будет отсылать к французской литографии, как и ленинградские литографы, современники Милошевского, тоже так себя видели, грубо говоря, Николай Тырса. Вот, ну, наконец, значит, последний, как бы, практический момент — это русская сказка, значит, его работа, значит, с русской сказкой, больше известная остальным, показала несколько здесь примеров, значит, которые, значит, удивляют и интересуют своей орнаментальностью, да, такой выраженной, вот, одновременно очень таким прихотливой характеристикой персонажей, вот, огромным знанием, конечно, просто 17-го, 18-го, 19-го века, значит, хорошей такой опорой на мир искусников, которая при этом, значит, опрокинута иронически во многих случаях, как вы видите, вот, очень такое тесное взаимодействие пейзажа и архитектуры, всегда декоративная у него, вот, и огромная роль вот этого свето-воздушного пространства, которое в вещах, значит, временем группы 13, тоже вы могли видеть, да, то есть всегда этот волжский свет, волжский воздух, какая-то, значит, речная гладь, огромные, значит, просторы, вот это его все интересует, и в этом он видит, собственно, русский характер, как и в таких вот, как вы видите, интересных, стилизованных, обыгрывающих, значит, старую графику, лубок, и театрально-декорационное искусство, да, эпохи модерна, значит, в таких вот вещах, напоминаю, это 58-й год, и вот тоже, значит, вопрос такой довольно открытый, как эти вещи встраивались в тот самый русский стиль 50-х годов, который вроде бы претендовал на большую тяжеловесность, аскетизм, такое, как бы, ну, немножко предсказуемость, предсказуемость, это непредсказуемость Милошевского, и все равно его постоянное желание комментировать отношения власти с, значит, задавленными разными миниоритарными персонажами, значит, это его вот сквозная тема, конечно, не всех это вовсе устраивало, но рядом с этими, как бы такими полушаржами, интересны его высокие вещи, которые тоже опираются на мир искусства, например, это последняя его работа, значит, повести Белкина, на выставке на третьем этаже, вы можете видеть такие интереснейшие, очень живые скетчи, предварительные к рассказу «Грыбовщик», которые я вам очень советую обратить внимание, вот, а это уже законченный, собственно, законченный лист, вот, где появляется такой маскарон вдруг, значит, занесенный при этом снегом, вот, странный этот пустой вазок, смертельная метафора, сам Милошевский, конечно, размышляет о смерти, ему совсем недолго, осталось, относительно недолго жить, значит, и вот это ощущение какого-то, значит, таинственного, полумистического пространства, тесно связанного с европейской культурой, напоминает, конечно, о руине Петрограда, 21-го года, которая все еще с ним внутри, это его память, это его идентичность, это его восприятие русского искусства, как такового, да, общий знаменатель, это руина, вот так интересно, конечно, очень необычно, совершенно не описано, по факту, если говорить о большом контексте, ну, наконец, если говорить об иронии, хочу тоже показать и эту вещь, тоже она есть в зале, на третьем этаже, это вот его иллюстрация, значит, ну, оригинал, пойди туда не знаю куда, значит, 65-го года, где, очевидно, значит, два героя напоминают Льва Толстого и Распутина, вот, что, безусловно, является отсылкой, значит, к такой газетно-журнальной вот этой реальности, значит, эпохи эклектики, угасающей Российской империи, журналу Нива, который он, с одной стороны, ненавидел, с другой стороны, всегда носил в своем сердце как образец какого-то антиискусства, и так далее, и так далее, значит, очень так, любовно выписанные материальные детали, и одновременно некая метафора, вот, России, да, как этой маленькой фигурке, да, в руках каких-то исполинов, да, вот этих эпохи эклектики, стильных, значит, распадающихся при этом на части вроде бы уходящих персонажей. Вот, ну, наконец, собственно, поскольку у нас речь идет о перекрестке, неком, да, его пересечении с литературой, значит, очень важная часть работы Милошевского, это, значит, его работа писателя, безусловно. Ну, понятно, что он был встроен в литературно-художественные круги с самого начала своей карьеры, действительно, он начинал в Доме искусства, значит, там он в 21-м году, там, условно говоря, там видел, там, и Ирину Адоевцеву, там, и Глеба Судейкину, Ольга Денида Брандт, там он был писателем, там, он был художником, там, и Мандрештан, группа, я был поэтом-писателем, как и Чуговский, и там, и множество его контактов тех лет, он застал эту кипучую, постоянно меняющуюся, сразу после революционную, значит, литературу, видел себя, в принципе, ее частью, и таковы его воспоминания, которые он стал писать, тоже в некотором, надо сказать, конфликте с Николаем Кузьминым, который начал раньше Милошевского публиковать в 60-х годах свои воспоминания о детстве, о, значит, записке о современной графике, значит, некоторые, так сказать, назидания иллюстратора молодым поколениям, и так далее, и так далее, и Милошевский, который не имел таких крупных, прочных позиций, как Кузьмин, относился к этому с огромным недоверием и завистью, ну, такой желчью несколько, потому что он считал, что Кузьмин, не читая, значит, Милошевскому, Милошевский, конечно, более опытный, такой, действительно, знающий, как бы, присутствующий в культуре как будто бы художник, вот, а Кузьмин, значит, так сказать, советский выдвиженец для него, но это все не справедливо, понятно, Кузьмина прекрасная проза, надо ее читать, это очень интересно, и они стоят друг друга, они очень яркие люди оба, вот, но все-таки мой герой это Милошевский на данный момент, Кузьминым еще предстоит заняться, не расшифрованы, не опубликованы его дневники, на самом деле нету никакого каталога, нет никакой персональной выставки большой, все это, все равно про них, про обоих, так, вот, ну, значит, Милошевский выступил как мемуарист и как историк искусства, но историк искусства не подобный Бенуа, да, который хотел быть неким энциклопедистом, а именно как автор, некий субъект, субъект истории искусства и субъект, который был свидетелем, такой документалист своего времени, и эта книга, вот, которую вы видите перед собой, тоже показанная на витрине хроники, вышла в 1972 году, и после ее выхода, который, значит, был полный успех, конечно, она была тут же распродана, и все писали Милошевскому, значит, со всех концов страны и также еще из-за границы, где он восстановил связи с семьей Бенуа и так далее, значит, но еще раз восстановил, восстановил, но тем не менее, все равно того места, которое он хотел, он не получил, он был как бы неким, ну, полу-непоцензурным автором, который что-то знает, и мы тоже что-то знаем, но пока не пришло время об этом говорить, вот, значит, переиздание книги, которую вы видите слева, очень неудобная для чтения, большая такая книга, вышла в 1989 году, и с тех пор, к сожалению, не переиздавалась, что большое упущение, но вы можете найти ее в интернете, он, собственно, сразу же после выхода первой книги начал писать, дописывать, переписывать главы, и они сейчас существуют в черновиках, может быть, предстоит третье издание, еще больше исправленное и дополненное, с лучшим аппаратом сносок, и так далее, и так далее, вот, значит, ну, собственно, он хотел описать эпоху как художник, но эта книга крупнее, чем проза художника, то есть, она представляет собой все-таки действительно некую литературу, пожалуй, в диалоге, созданную с Андреем Белым, с его воспоминаниями между двух революций, и так далее, и это не пустая метафора, тоже это можно все развернуть, в принципе, научным образом, вот, но как бы и автобиография, и проза в искусстве, и воспоминания человека, действующего в искусстве, в художественной сцене, и некая критика современных течений, все это есть в этой книге, но также интересно, что в этом оказалось ее слабое место для 1972 года, также и для 1989-го, потому что ни Андрей Белый, ни Михаил Кузьмин, ни вот эти вот среды, как бы, после мироискусства, около сюрреализма, да, ни группа 13, вообще говоря, не были ни описаны, ни поняты, ни вообще распознаны современниками, то есть, это была как бы некая эфемера, где Милошевский, выступив на этой сцене, утверждал, значит, и требовал советского читателя, что я Милошевский, ну, я вообще-то имею право судить, кто такой Филонов, кто такой Петров Воткин, я их современник, и я считаю, что вот те явления, которых советский музей, значит, он их приподнял, как бы, на какую-то высоту, это все не очень большое дело, а нужно смотреть вот сюда, сюда, сюда и так далее, ну, это слишком большая амбиция, конечно, это абсолютно, ну, встретило немедленное, как бы, немедленное противостояние, очень жесткое, от позднесоветских искусствоведов, которые были совсем не такими свободными людьми, как люди поколения Бенуа, вот, и они уже как бы двигались, конечно, по некой заданной траектории, то есть, они не могли вводить новые имена, просто так, это порядки эксперимента, ограниченные круги, могли что-то делать, потом шла тема русского авангарда, ну, тут немножко не до Милошевского, не до группы 13, и книга Миронемировская 89-го, тоже года выпуска, 86-го, извините, года выпуска, мариновалась на полке 10 лет, приблизительно, сокращаясь и сокращаясь, пока не умерли все участники группы 13, которые могли бы ее оспорить, или могли бы выдвинуть свои какие-то, написать встречные воспоминания, наконец, когда она вышла, собственно, ну, она была хорошей книгой, но события из нее некого не получилось, тем не менее, и тот, как бы, тот угол, да, который она предложила, исследовательница, хотя, конечно, с большой любовью и симпатией, относившейся к группе 13, он все равно был недостаточным с точки зрения Милошевского, и на самом деле недостаточным с современной точки зрения, потому что вынужден был вписывать группу 13 как бы в некую уже вот эту вот заданную траекторию, или заданную решетку, да, вот этих вот движений внутри советского искусства, которое просто должно быть вся пересмотрено целиком. Ну, наконец, постпостскриптум, значит, такая тема, которая вообще не обсуждается, как мне кажется, это дневник Милошевского, изданный в 19-м году, и, ну, как исследователь Милошевского, не могу к этому не коснуться, потому что это была книга, которая прошла вообще без рецензий, вообще без комментариев, и была сделана как некое любительское издание. Это издательство «Красный пароход», известное своими, ну, довольно хорошими, значит, книгами, они тоже, наверное, занимаются русским стилем 50-х, как бы я их охарактеризовала, вот, это их, как бы, такой основной упор. И действительно, и Милошевский, и Маврина, которые там уже две книги вышли, вот, они так или иначе этому русскому стилю, значит, принадлежат, или, по крайней мере, были частично его архитекторами. Вот. Ну, значит, эта книга, вот как видите ее оглавление, значит, тут некоторые эссе Милошевского, значит, тут есть списки книг, основных книг, то есть, ну, не вполне, так сказать, научно точно все это, очень много ошибок в комментариях, статья, хорошая статья писателя, значит, которая называется «Единственный», понравилось бы это, Милошевскому, вот, ну, там, первый из группы 13, потом, это «Единственный», Милошевский и есть группа 13, в общем-то, ну, так и есть, с точки зрения Милошевского, и, в общем, он это нередко пишет в своих дневниках и воспоминаниях, но, на самом деле, как бы все равно нету того аппарата, который позволяет правильно прочесть дневники и воспоминания Милошевского, где крайне много резких, острых суждений на все случаи жизни, значит, на самом деле он является таким сколком, или, ну, таким, как бы срезом с этого мышления, да, человека 70-х годов, который тоже нами как бы забыто, немножко отодвинуто, внутренние конфликты эпохи, и вообще, как бы место художника в этом, в этой, как бы художественной сцене, оно абсолютно не обсуждается, это уже вопрос, да, историков институциональной, наверное, истории, да, искусствоведов, которые занимаются институциональной историей, историей союза художников, например, и так далее, какие группы существовали внутри союза, на самом деле, какую реальную политическую роль играл Милошевский в своем пространстве, с кем его нужно сопоставлять, с кем сравнивать, вот, и, тем не менее, публикация, пусть и преждевременная, этих текстов, она что-то нам дает, потому что, во-первых, она показывает, что это не сделано совсем, во-вторых, она требует, как бы, выстраивать некие новые связи между художниками этой эпохи, например, все-таки понять, что Милошевский — это русский европеец, и он должен сопоставляться с художниками русской эмиграции, что, в принципе, не сделано тоже, и действительно, его контакты, и такие все время воспоминания, там, о вот этих поздних мироскусниках, и любовь к Добужинскому, это все может, ну, раскрыться интересно, научным образом, вот, но также интересны конфликты, которые вылезают, как бы, когда читаешь эти тексты, вот, понятно, что, ну, например, есть известная книга Ольги Рейтенберг, «Неужели кто-то вспомнил, что мы были», где есть такая, ну, собственно, это большой труд такой, не очень разобранный, про поколение в Хутемаса, которое она считает, ну, как бы, незаслуженно отодвинутыми в истории искусства, дискриминированными, в принципе, это так и есть, многие из них были убиты на войне, многие репрессированы, но любопытно она там описывает конфликт внутри группы 13, она считает, что Милошевский, значит, он пытался, значит, всячески раздавить этих художников, значит, очень талантливых, юных и интересных в своем искусстве, значит, он зачем-то навязывал им эту цифру 13, он навязывал им этот быстрый рисунок, они совершенно этого не хотели, они просто хотели вот работать, как бы, как некие свободные люди, все это не совсем так, она шестидесятница, поэтому ей важен вот этот, как бы, некая определенность, да, Милошевский единица, ей не нравится его индивидуализм, и она придерживается все-таки такого мнения, что художники, значит, образующие некую плеяду, да, некое сообщество, они все-таки более потенциальны внутри истории искусства, чем человек, который себя полностью от всех отделил, так критикует она его, ну, и не только она, как бы, в целом искусствоведы 60-х годов, конечно, недорюбливали Милошевского именно за эту его позицию, а также за некоторое понимание, что он все-таки принадлежит к неким бывшим, то есть в чем его ситуация, не до конца понятно, почему он так опирается на революционную Россию, почему это так ему важно, одновременно он советский, одновременно он вроде бы этот народник, то есть это все какая-то сложная, значит, такая, ну, политическая позиция, по факту, да, которая не нашла поддержки, да, у большинства позднесометских вот этих деятелей культуры, а также, ну, Милошевский требовал от них хорошего знания 19 века, это тоже проглядывает в его записях, потому что на самом деле он зачастую был сильно более эрудирован, чем все его редакторы, и это создавало ему очень большие проблемы, потому что, ну, надо отступить, тогда надо признать, что, ну, твой редактор, наверное, поумнее тебя все-таки, тогда твоя книга выйдет, если ты этого не признаешь, тогда твоя книга не выйдет, и будет еще 10 лет лежать на полке, а также тебя не купят в музее, там, и так далее, и так далее, в общем, все это, значит, в красках им описано, значит, и получается, что в 80-е, в 70-е годы память, вот эта память свидетеля, она на части является проблемой, вот, это тоже, значит, тот гвоздь некий, да, который торчит вот из этой истории группы 13. Милошевский довольно долго занимался живописью, это страница, которая почти неизвестна о нем, живопись есть на выставке в больших количествах, ну, относительно больших, да, вот показываю здесь некоторые примеры, он писал современную ему интеллигенцию, своих друзей, значит, коллекционеров, историков искусства, значит, критиков, художников, и так далее, немало у него таких натюрмортов, несколько тоже, в духе, Головина и Фриеза, между прочим, там на третьем этаже, можете видеть, рядом Фриез висит, вот, и, значит, здесь он как бы, ну, любопытно, что это живопись, которую тоже, ну, никто как бы не описывает, как, ну, такую важную страницу, вроде бы, в его наследии, потому что он все-таки у нас график, и он должен быть этим графиком, тем более документалистом, и так далее, вот, она представляет собой тоже такую очень яркую и действительно смелую попытку, в принципе, создать себе очень большое личное пространство, примета тоже этого поколения, пожалуй, вот, потому что, безусловно, если мы посмотрим на вхуд и массовцев, там нету такой ситуации, что художник делает одно, и, ну, как бы, допустим, на заказ, да, делает монументальные вещи, и у него также есть очень-очень большой объем, который он делает для себя, вот, это для них не характерно, хотя, может быть, некий объем есть, но не такой ультрабольшой объем, когда у нас практически еще целое наследие, вот такое, которое требует дополнительного описания, это очень интересно, вот, значит, ну, по-прежнему он изображает, вот, его интересующие его темы, интеллигенция, природа, архитектура, городские люди, там, и так далее, вот, но также, значит, он, как бы, внутренне понимает, что критика, с которой он столкнулся, не позволит ему выступить еще и с этой программой, поэтому просто занимается живописью для себя, и интересно, что в его, значит, что в его текстах, да, в дневниках и воспоминаниях, живопись для него видится гораздо большим каким-то потенциальным пространством, чем графика и особенно иллюстрация, кто такой Милошевский, да, как бы, как-то это хочется все увязать и подытожить, да, Милошевский, это создатель группы 13, это единственный, или первый из группы 13, вот, это один из группы 13, как тоже говорят многие музейные коллеги, что вы говорите, в группе 13 масса намного более интересных авторов, чем Милошевский, но это можно сказать, наверное, в мире искусства гораздо более интересных авторов, чем Бенуа, можно найти, вот, такая парадоксальная вроде позиция, когда мы говорим о известных явлениях, да, но почему-то допустимая, да, когда мы говорим, именно потому, что, ну, невелико место группы 13 внутри советского искусства с точки зрения советских искусствоведческих иерархий, вот, иллюстратор Ле Милошевский, живописец Ле Милошевский, писатель Ле Милошевский, Ле Милошевский всегда неуместно вторгается в историю искусства, значит, он всегда имеет какой-то недостаточный масштаб, или масштаб очень сильно превышающий наши ожидания, так или иначе он слишком единица и слишком автор, что, собственно, и видно на этой фотографии, где он, значит, лучезарно улыбаясь, руки в брюки, смотрит на сфинкса, значит, сфинкса, да, усадебного, знакомого нам, вот, значит, ну, собственно, какие могут быть дальнейшие перспективы работы с этим наследием, вообще с этой фигурой Милошевского, значит, ну, во-первых, понятно, что нужно пересматривать всю пропорциональную систему, значит, которая описывает сейчас советское искусство, и связывает, как бы, или плохо связывает, да, модерн с модернизмом, с сюрреализмом, там, не знаю, так сказать, с искусством 50-х, 40-х годов, вот это все, ну, на выставке это частично предложено, то есть здесь есть такая, как бы, сквозная сеть явлений, значит, в которой, вот, элементом этих неизменным является группа 13, вот, это на ваш суд, опять же, как зрителей, вот, должно быть, произойти какое-то изменение критериев, то есть 1890-е годы, вот это поколение, да, которое родилось в 1890-х, сами явления, поздние эклектики, относительно, значит, советского искусства, все это должно быть встроено, как-то более четко, ну, и здесь, конечно, уязвимое место, это революция, потому что, понимаете, советское искусствознание, очень часто начинает, просто, историю 20-го века, с революции, это понятно, закономерно, это политическое, некое, как бы, ну, долженствование этих лет, но сегодня мы можем это немножко расширить, вовсе революцию, революцию вовсе не роняя, может быть, даже наоборот, это ее приподнимет отчасти, вот, конечно, должно быть большое внимание к прозе Милошевского и к тем, как бы, тезисам, которые он в ней высказал, значит, безусловно, художник и писатель, это редкое явление, художник и писатель 30-х годов, это вдвойне редкое, сложное явление, и, безусловно, его, вот эти вот, значит, осуждения, они должны быть, так или иначе, принятого внимания, вообще во всех искусствоведческих текстах, которые описывают те, значит, феномены, с которыми он, так или иначе, соприкоснулся, это ленинградская сцена, петроградская сцена, это московская иллюстрация, это московская графическая школа 20-х годов, которая тоже толком не описана, вот, недавно вышла монография «Четыре искусства», которая довольно интересная и хорошая, вот как бы монография относительно отдельных групп, то же, как они должны писаться, все это Милошевский как бы подсказывает некоторым образом, как делать, вот, тем не менее, конечно, есть еще один такой момент, который тормозит несколько развития исследований по Милошевскому, это именно то, что автомонография, это как бы уже монография, то есть, если художник о себе очень много пишет, то как бы искусствоведу и нечего больше и сказать про него, есть такой штамп, в принципе, очень многие исследователи из этого исходят, вот, и даже, ну как бы, ну тянет пересказать позицию самого Милошевского все-таки, но я не придерживаюсь того мнения, вот, которое разделяют тоже мои старшие коллеги, многие, что художник — это только исторический источник, не надо ему сильно доверять, надо все-таки, значит, надо только заниматься, значит, своим анализом, надо только постараться встроить его в ту картину мира, которая сейчас соответствует нашему современному искусствознанию, все это лишнее, вообще художник неправ, он может, мало ли, что он напишет, это неверно, художника всегда надо учитывать, и, безусловно, в этом и состоит работа искусствоведа, чтобы учесть все, что художник предлагает, но при этом проявить свою эрудицию, проявить свое системное мышление, и как бы вот увидеть картину целиком, не пытаясь столкнуть лбами художников между собой, вот это тоже несколько уязвимая позиция 20 века, который сам по себе построен на контрастах, как мы понимаем, и там уже или-или, или ты, или я, или группа Ахар, или группа Ост, или, значит, 13, или какой-нибудь Шмаринов и Кибрик, например, их вечные антагонисты, вот, но и Шмаринов, и Кибрик тоже нуждаются в исследовании всесторонним, поэтому не будем их занижать, просто нужно назвать всех своими именами, нужно как бы понять, что в истории искусства очень много пространства на самом деле, руководствуясь, собственно говоря, и методом самого Милошевского, который не видел для себя границ в художественном непосредственно поле, да, и он легко осваивал новые, новые, новые территории по мере того, как его вытесняли из территории предыдущих, и в результате этот художник-виртуоз, в принципе, этот очень многоаспектный автор, да, он таким и останется для нас в музейном и в зрительском поле. Все? Если есть вопросы, я готова на них ответить. Хотел, ну, возможно, такой общий, очень общий вопрос. Мне интересно, каким образом Милошевский, то есть, не встраиваясь в официальную систему советского искусства, как он нашел свой художник, то есть, я помню, еще давно-давно слышал такое выражение о том, что иллюстрация, детская литература в целом, это такой путь эскапизма очень удобный, потому что человек оказывается вроде как не увлечен, невозможно найти идеологию в этой деятельности никакую, и, соответственно, человек как бы выпадает из вот этого опасного пространства, и уже никто не спрашивает, СССР ваш отец был левый или правый, вот. Да, ну, на самом деле это не так, Милошевский не был, так сказать, не встроен в советскую систему, он был, конечно, встроен в нее, потому что он работал в иллюстрации, и, значит, он сотрудничал со всеми издательствами, было невозможно иллюстрировать книгу и не быть частью союза художников и так далее. Конечно, он был частью союза художников и работал там, значит, заседал на этих съездах тоже, как и все, и, в принципе, просто его место было другим несколько, он не был председателем, он не был руководителем каких-то структур, но, безусловно, он задавал тон, то есть он принадлежал к числу старейших графиков, который был крайне эрудирован, значит, за ним шла Татьяна Маврина, например, которая, в принципе, с некоторым снижением и с некоторой монументализацией все-таки интерпретировал находки Милошевского, об этом есть в моей статье в каталоге выставки, ну, и впоследствии буду тоже об этом писать, Вежу Маврина, она, как некая вхутемасовка, ну, принадлежала к школе группе 13, если можно так сказать, то есть она пришла туда, когда они уже нашли вот этот язык, на самом деле, дальше она у них училась, но она находила собственные, очень яркие решения, безусловно, я ее не снижаю, но, да, Милошевский, он как бы был проходцем этого русского стиля. Другой вопрос, что, действительно, он не был фигурой номер один, и у него место было крайне таким неустойчивым, но это вообще место художника, который занимается чем-то новым, и это и есть вопрос тоже к тому, ну, как бы, а как, так сказать, чем художник отличается от редактора, например, вот так, то есть эти вопросы, они связаны вообще с построением художественного поля нового, да, которые, ну, ну, так сказать, сейчас эти вопросы нам не приходят в голову, потому что, как будто у нас нет таких задач, вот сейчас строить современное искусство активно, но на самом деле они должны перед нами встать, безусловно, потому что современное искусство, так же, как и современную науку, устроят люди, которые делают что-то новое, и что-то, что никому не нравится, вообще говоря, и это как раз Милошевский очень ярко этому учит, вот, но что касается эскапизма, ну, да, такие художники, как Кабаков, например, они были эскапистами, потому что они действовали уже с заданной четкой решетки, об этом Кабаков сам много пишет и рассказывает, есть, кстати, великолепное его трехчастное интервью на Ютьюбе, которое я всем рекомендую, его можно найти по ключевым словам «Большой художник на фоне гигантских картин», так называется одно из видео, просто не помню, кто автор, но, короче говоря, это очень интересный материал, Кабаков сам о себе, он же мало о себе как бы рассказывает, только инскусство про него пишут разные вещи, а там все ясно, была устроена цензура в Дедгизе и так далее, ну, что он подражал Коношевичу, что он подражал таким людям, как Милашевский, грубо говоря, вот он, Булатов, Васильев, они за ними шли, но так, чтобы быть незаметными, где-то в фарватере вот такой, и дальше делали свою работу, то есть у них оставалось место на свою работу, потому что они не вкладывались сильно в эту иллюстрацию, считали ее просто заработком, а Милашевский совсем иначе, для него это был вопрос, как бы, ну, так сказать, действительно некоего исторического баланса, да, значит, сейчас я открою, ну, вот эта вещь, например, она точно, она не проходная совсем, и, конечно, она сделана авторски, и, конечно, тут масса его собственных тезисов всяких, и, ну, она, так сказать, да, загоняет некое шило в бок читателю, который, безусловно, не может уже потом ее выкинуть из головы, но не всякому читателю, для некоторых это просто, ну, какая-то иллюстрация, так что, Кабаков ставил все совсем другие задачи, ему это, как бы, XIX век, ему уже не было интересно, его поколение, в смысле. Спасибо большое, издутся, я хотел спросить, а кроме Анны Калинин, ну, еще работа не опубликована? Да, значит, ну, есть неопубликованные работы, значит, сейчас я занимаюсь на следеем Милашевского, я не могу сказать, что я его полностью посмотрела и описала, требуется сделать монографию, и требуется сделать каталог Резанне, это большая работа, значит, но я могу сказать то, что интересует меня, у Милашевского есть такая вещь, мадам Бавари, она опубликована, это вещь сороковых годов, которая была, ну, как бы, по-моему, поздних сороковых издана, я даже думала взять с собой эту книжечку, но, к сожалению, не нашла ее дома, это вот такая маленькая книжечка, с очень-очень плохо напечатанными иллюстрациями, которые в оригинале представляют собой вот такие вот листы, абсолютно невероятного качества, и мадам Бавари, она для него была какой-то личной вот этой работой, вообще это его любимая, одна из любимых вещей, опять же, это эклектика, напоминаю, значит, но он переживал утрату жены, гибель своего сына на войне, и он пытался как-то встроиться опять вот в эту художественную сцену, в этот момент, и там очень много какой-то боли, одновременно там очень много каких-то вот высоких трагических чувств, то есть это как такая хорошая опера, наверное, можно так сказать, вот, и он интерпретирует этот XIX век, одновременно это очень современные вещи, там есть вот все дыхание этого нового западного искусства в том числе, и вся эта история с группой 13 там ощутима, и также у него еще иногда есть, что он, знаете, вот придает черты своих знакомых разным героям, или включает свои интерьеры в разные иллюстрации, но это необыкновенно интересно, это, конечно, надо описывать, даже дело не в том, что не опубликовано, а что плохо опубликовано, или не так, ну, и потом, Милошевский, как и Кузьмин, это люди, которые привыкли вот работать, как иллюстраторы, вот, на рубеже веков, когда была очень хорошая полиграфия, журналы Аполлон, там, весы, вот у этих изданий, у Кнебеля, у них была хорошая полиграфия, и в Советском Союзе все это уменьшалось в шесть раз, никогда не знаешь, какой будет конечный результат, как будет там, что-то пропадут детали, и так далее, это все надо на самом деле, в принципе, еще и перепечатывать, вот что интересно, еще и комментировать, как вот издавать эти иллюстрированные книги, да, допустим, с 50-х годов, это очень интересная задача, вот отчасти ей занимается издательство Нигма, чьи, кстати, переиздания Милошевского любопытны, и еще Мещеряков переиздал, как раз в повести Белкина, хорошее переиздание, вот, ну вот Нигма, например, у них такая есть вещь в «Стране дремучих трав», очень интересная сама по себе проза, но еще и вот, это такой ремейк Карика и Вали, когда Ларри посадили, то издали эту книгу, чтобы закрыть брешь, но почему-то в иллюстрации, вот иллюстраторы взяли Милошевского, это была находка, вот, в оригинале это вот такая крошечная книжка «Библиотека приключений», а Нигма сделала большую, именно на мелованной бумаге, очень красивую, как-то так. — А вообще вот издание Академии планируют, когда эти переиздали? — Ну, наверное, нужды нет, потому что это уже все-таки такие памятники, вот, то есть надо сделать какую-то новую Академию, вот эту вот, то есть там был коллектив авторов, которые сделали, но это, я не знаю, то есть я непосредственно, наверное, я лично необходимости не вижу, они в большом тираже, их можно купить просто, ну там, на рынке в целом, на открытом, наверное, это вопрос скорее, ну как бы, каждая эпоха должна создать свой альянс литературно-художественный, сейчас нужно наоборот, как бы, переиздавать, допустим, прозу 20 века, какую-нибудь нетривиальную, и нанимать современных художников ее иллюстрировать, вот это было бы да, вот, ну и причем, современных художников, но не банальных, кто может это сделать, а не просто любых, вот, так что... я хотела бы сказать, давайте поговорим о том, ну и про эту тему, ну как бы, которая есть, как бы, явно движение, современности, вот, ну, как-то связано из, ну, вообще, как бы, с музыкой, да, вот эта история про то, что музыка связанная со временем, вот, и еще у него же есть, ну, например, есть мир искусства, какая-то связь с Саратовской школой, вот, есть ли, в общем, у него какие-то контакты с композитами, музыкантами, вот это уехалили? Да, это довольно интересно вообще, может быть, это нужно отдельно тоже, что-то написать, но я бы не сказала, что музыка у Милошевского, вот, в его книгах, она имеет, она играет такую большую роль, он все-таки визуальный человек, вот, но, конечно, он хорошо знал музыку, и для него это было важным таким, ну, важной частью культуры, вот этой вот рубежа столетий, безусловно, вот, и он часто сравнивает себя с исполнителем, или с композитором, который исполняет свои вещи, например, он любит вот писать, что лист проигран, значит, заливками туши, например, сверху, или там, некий пианизм он ищет, да, вот в графике, в листе произведения, когда он работает тушью, и особенно спичкой, да, вот эта вот спонтанность, легкость, перформативность, определенное его искусство, потому что он любил работать на людях, да, и он любил, когда, ну, как бы, когда на него смотрят, и он, значит, ярко и без труда, и, значит, очень так твердо, вот завершает свой рисунок, но я бы не сказала, что тем не менее, вот для него, как бы музыка является, ну, стоит на первом месте, вот, но тема сама по себе интересная, безусловно, да, она и вид, что касается саратовской школы, именно композиторов, нет, он пишет много про саратовских художников, живописцев, про школу в целом, а также про сам образ Саратова некий, это есть и в его, есть такая парадоксальная вещь, записки пятилетнего, где он пытается восстановить, вот, взгляд на город, и на реальность этих лет, вот, Руби Жирняков как раз, ну, исходя из, вот, своего детского восприятия, очень острое восприятие цветов, формы, интересно. Спасибо огромное за лекцию, скажите, пожалуйста, вот, я, может быть, не услышала, прослушала как-то в вашем выступлении, и не очень это мне показалось очевидным в иллюстрации, была ли у него, что называется, прекрасная дама? В смысле, постоянная муза? Ну, может быть, не постоянная, меняющаяся, но вот, вот этот вот образ лирической героини, который, ну, я не увидела. Да, Милошевский несколько раз был женат, у него было три жены, значит, на самом деле, часто в его графике появляется его вторая жена, Елена Бух, которая, собственно, и жила вот в Лагиреево, значит, третью жену он практически никогда не изображал, насколько я знаю, что довольно интересно, но, может быть, это еще вскроется, и будет, будет пересмотрено, может быть, издали только фигуру, вот, вот, но, в принципе, у него был очень счастливый, там, два брака, по крайней мере, были довольно счастливыми, и он вообще был таким, ну, жизнелюбивым человеком, и увлеченным женщинами, безусловно, что тоже из его дневников и прозы вполне следует, вот, но он при этом был одиночкой, то есть для него, как бы, интересно была не какая-то конкретная вот женщина, как фигура, а женщина, как, наверное, примета времени, вот так, то есть его, вот, например, 20-е годы, это одни женщины, значит, они какие-то вот, типа эти крестьянки, например, которых он постоянно рисует, то есть у него, как бы, некий такой спектр, вот, общества, но дальше, если он выделяет женщину, то он обычно рассказывает о ее личной драме какой-то, то есть он рассказывает о ней, как о персонаже, о литературном персонаже, может быть, он ищет какой-то надлом и одновременно какую-то победу, вот, в его портретах, которые очень интересны, всегда это можно найти, но он никогда не, не слащав относительно своих моделей, он никогда не приукрашивает их, вот, и его такой талант, несколько, ну, как бы сатирический, может быть, отчасти, но одновременно и лирика, он парадоксально не дает ему возможности кого-то идеализировать, так, наверное, ответил бы, хотя на выставке есть такая работа, вот там, значит, есть раздел, называется «13 в Москве», значит, ну, «13 у себя дома», значит, московский период их, где там, ну, как бы разные рисунки, вот, посвященные их московской жизни, где они друг у друга в квартирах, там, друг друга рисуют, и там начинается, вот, с левой стороны, сразу после текста, с такого рисунка, где дома у Татьяны Мавриной собрались ленинградцы, Юркун и Гильдебранд приехали, и там, ну, видно, рядом сидят Гильдебранд и Маврина, и видно, насколько ему интереснее Гильдебранд, вот он ее видит, вот, как эту великолепную, вот, фигуру, цветок какого-то серебряного века, и Маврина, какая-то буквально колхозница в его глазах, совершенно неинтересная, именно вот с пошлостью, даже с какой-то, он не может, он не может это не сделать, потому что он так считает, он не может это скрыть, вот так, ну, кстати, интересно, что и Маврина такая же, то есть она тоже не может скрыть своего отношения к модели никогда, вот. Но сам он при этом на этом рисунке такой демонично самоироничный. Да, 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 себя он тоже изобразил с большой иронией и сарказмом, безусловно, Гильдебранд это просто какое-то сияющее, какое-то сошедшее на землю фея какая-то, действительно, кица какого-нибудь. Всем добрый вечер, спасибо, Надежда Владимировна, за лекцию. Я хотела спросить про ваше мнение о живописи именно Малашевского, насколько она в сравнении с его графикой на взгляд профессионала, искусствоведа действительно как роль она вообще в его творчестве занимает, ваше мнение, спасибо. Ну, живопись Малашевского надо сравнивать с ленинградской школой тридцатых годов. Ее не надо сравнивать с москвичами, она слишком тонкая и слишком декоративно-театральная для них, вот, а надо вспомнить какой-нибудь шведы Радлову, надо, самого Радлова, значит, надо вспомнить Успенского, Лапшина, вот этих вот художников, Гринберга, например, это художники, в принципе, которые тоже, многие из них посещали новую художественную мастерскую, то есть они учились у Добужинского, у Лансере, у Александра Яковлева, вот, и у них всегда присутствует такой, ну, как бы, академический каркас хороший, но одновременно такая уярченность, открытость, вот, просто Малашевский на их фоне, вот, у него этот именно гражданский пафос, который от отца идет, я считаю, вот, они просто, они зачастую хотят охарактеризовать персонажа в эпохе, вот, но они сильно идут в глубину и вот в этот характер, они могут шаржировать, ну, хорошо, можно вспомнить Валентину Ходосевич, например, вот тоже интересная такая фигура, в принципе, тоже малоизвестная, и все они, в общем, ну, вот все, кого я перечислила, тоже не в первом ряду совершенно стоят, но это мы еще увидим, то есть мы увидим эти постоянные экспозиции музеев, мы увидим новую развеску русского музея, где все вот эти авторы будут на своих почетных местах и может быть даже Милошевский среди них, потому что он же жил там долгое время, в принципе, Ленинград и Петроград для него очень многое значил, вот, поэтому, да, холодный цвет такой, у него интересно вот посмотреть маленькие живописные тюдики его, которые в том же разделе Москва, вот есть Новогиреевские, часть Гектора я показала, у них всегда очень такое ясно построенное пространство, в графике у него не так, у него так немножко более все, более изящно, сложно с этой накиданный такой пировой рисунок, а вот живопись у него всегда очень структурна, вот, в этом он ленинградец, но мне нравится его живопись, и у него очень много просто, такую большую выставку не сделаешь, но если думать о персональной выставке, то хороший такой отсек живописный, его приподнимет, а вот собственно, кстати, к вопросу о камерности, вот так выглядит каталожик группы 13, если вы видите, это изданы на собственные деньги художниками, и внутри него не фотографии, и не просто список, а вот такие вот сделанные Милошевским интерпретации, значит, рисунков всех участников, вот такая вещь, супер изящная вещь, и Милошевский пишет в воспоминаниях, но ни у кого не было такого каталога в Москве, и советские искусствоведы, да ну что Милошевский, ну никого не было такого каталога, ну что такое, это же всего лишь бумажка, потому что в 76-м году уже, конечно, такие каталоги были, но в 29-м году, в 31-м году их не было. Спасибо.